Всем привет! Сегодня будем смотреть видосики. Видосики с людьми, которыми очень повезло. Которые попали в какие-то ситуации непонятные, и им повезло, что они оказались без последствий. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поехали! Мужчины и лестница. Лестница упала, а он остался на потолку. На потолку остался. Кто-нибудь... Блин, как они пытаются теперь ему помочь-то. Ну вот, хорошо, что всё хорошо кончилось. Ой, где-то я такое уже видел в каком-то фильме. У родителей повезло действительно. А что тут? А, это палатка. Мол, не, в палатку попало. Тот случай, когда ты уже взрослый, но всё ещё веришь в чудеса. Попробуйте и вы решите эту загадку. Судя по рваным краям крыши автомобиля, это дерево буквально проросло сквозь него, но осталось полностью невредимым. Целое. Тот случай, когда судьба даёт тебе второй шанс, но ты очень любишь свои грабли. Посмотрите, какие милые и забавные зверьки. Удивительно, как быстро с помощью нюха она обнаружила его местонахождение. Какая бы ни была, у вас грозная и крутая внешность внутри, всё равно вы оказываетесь хрупкими иронимами. Похоже на то, что они соревновались, у кого устойчивее мышцы пресса. А этот парень взломал систему и играл уже по собственным правилам. Не каждый день увидишь такую картину, как собака прогуливается на двух лапах по улицам города. Похоже на то, что этой девушке так никто и не сказал, как правильно счистить этот фрукт. Так спешила съесть свой обед, что растеряла его по дороге. Когда к вам на ужин придут родственники, которых вы ненавидите, вы должны быть готовы к этому. Такой ножовкой вряд ли что-то получится распилить. Хорошо, что на этот случай у него есть бензопила. Такой трюк всё-таки сложно исполнить, если только этот парень не является каскадёром. Этому парню очень повезло, смотрите сами. Вот так вот. Вот так вот, учитесь. Машина чуть не перевернулась. На ней слишком много земли. Но водитель очень ловко придумал схему спасения. Схематозник. По мячку ударил, и мяч купал в воду. И отскочил, в лунку попал. Вот это да. Самолёт летит вниз. Трюк такой. Изолента. И за ленту попал... Мячик. Мячик попал в изоленту. Джинго. Ух, какой счастливчик. Увидите, как он повезло, что... Никто не развалился. Прикольная игра. Опа! Похоже на то, что этот парень переплюнул самого Майка Тайсона по силе удара. Судя по выражению лица этой женщины, такого поступка от своего супруга она не ожидала. Эта корова вытащила величайшую реверсивную карту Ом за всё столетие. Похоже на то, что этот маленький щенок так просит еды. Так бывает, когда вы хотите повеселиться, но при этом оставаться верным себе. Это простой и эффективный способ снять стресс. Чёрный кот настолько был возмущён тем, что пытается в его дверь зайти посторонний кот, что в итоге падает в обморок. Эти лошади настолько увлеклись, что упали, как каких-то два спортсмена по вольной борьбе. Когда кто-то раскрывает тебя во время передачи «Тайного послания» другим цивилизациям. Кто-то позвал этого спасателя, чтобы он помог этой рыбке. Внимание, а это самый опасный полицейский пёс. Начало карьеры. Когда заглянул к себе в сарай, в старый шкаф и увидел там новых соседей. Когда девушка вам сказала, что сегодня вечером она будет без макияжа. Футболист катает мячик. Бильярдист. Бильярдист. Счастливчик. Бильярдист. Эгольфист сотового уровня. А. Ну, этот человек был спасён. Ему повезло. Грузовик потерял управление. К счастью, удалось избежать жертв, потому что он не попал в машину. Мотоцикл едет очень быстро. Дорога, по которой он хочет проехать, очень узкая. Водитель удержал руль, и с ним всё в порядке. Ого, какая ёлка. Чуть не упал, смотрите. Что это тут упало? Потолочный вентилятор, ничего себе. Обалдеть. Мужчина шёл, как обычно, но что-то... Что-то попало ему под ноги. Так, чувак, на какой-то кого не застрял. Вот тут надо профессионала было нанимать. Чё-то пилит-пилит, и крыша сваливается. Это было невероятно страшно. Пью. Стена упала. Пытается топоры не пнуть. Смотрите, попал в обе мишени. Какой молодец, удачный. Что это такое тут? Ой, как повезло. Ой, как повезло. Счастливчик. Вот так, удачно. Запольнул шарики. Как ему это удается? Гонщик едет. Идет пешком. Рядом с... Идет пешком рядом со своим мотоциклом. О, тут тоже удачно. Как-то он так запольнул. Что ты знаешь? Не надо этого делать, пожалуйста. О, нет. Все повалится. Все повалится. Рупит. Рупит что-то. Блин, чуть по ноге не заехал. Ну, а в руку поймал птицу. Удачный удар. Удачный удар. Как ловко он жонглирует своим телефоном и мячиком. Поздравим его. Поздравим его с этим умением. Ничего себе, как он заехал в гараж. Девочку чуть не... Не заехал девочку чуть. Какой корабль. Большой. Большущий корабль. Зачем? Да, зачем парень туда залез? Непонятно. Так, чуваки, Егора. Камень... Камень упал, а он спрыгнул. Чуть-чуть ему оставалось. Поехал бы на камни вниз. Ого, она чуть в него не попала. Офигеть. Как ему повезло. И зонтик бы его, наверное, не спас. Люди смотрят, как сносят дом. И что-то отлетает и влетает в этого оператора. Совсем рядом пролетел. Обалдеть. Когда ваш друг говорит вам, что купил новые часы во время отдыха в Турции. Лайфхак, как получить удовольствие от большого батона. Видимо, этот парень на занятиях скейтбордингом пропустил основы. Тот случай, когда вы пытаетесь сдвинуть свою карьеру с мертвой точки после окончания колледжа. Оказывается, такие столкновения бывают не только с автомобилями. Мотоциклист едет и чуть не сбил велосипедиста. Велосипедист, конечно, играет с огнем. Повезло ему, что не сбили. Человек хочет кого-то поймать. Человек хочет кого-то поймать. Кого-то он там ловит. Еле успел. Велосипедист еле успел. Не очень хорошая идея. О, Сайта сделала, остался цел. Очень повезло. Гарри Поттер. Настоящий. Какой красивый Торнадо. Рыбалка. А это акула, которая запрыгнула на лодку. Парень выиграл. В какую-то игру он играет, и что-то он там выиграл. Отличный бросок. Прикол. Два сальта подряд. И успешно приземлился. Молодец. Вратарь очень ловко поймал. Мячик. Потрясающая сцена с громом и молнией. Ловко у неё и вышло. Коробочки идти. Ох, какой самолёт пролетает. Очень страшно. Грузовик перевернулся, потому что он сначала налево взвернул, а потом направо. Этот кот поступил правильно. Он решил не спорить с дикой уткой. Когда девушка, к которой вы подходите в клубе, хочет, чтобы вы как можно быстрее убрались. Когда вы показываете своим детям, как пользоваться новой игрушкой, но при этом забываете, что вы уже повзрослели. Когда решил снять ролик с трюком, но в дело вмешался кот. Этой черепахе нужно отказаться от своего плейлиста в душе. Когда ты являешься злым бараном и тебе не с кем подраться, вот такая груша тебе поможет. Эти две ящерицы открыли для себя сервис Uber для животных. Видимо, эта собака пытается передать своему хозяину какое-то сообщение. Хозяин этого пса ругает собаку за то, что он сходил в туалет не в том месте. Что ему еще остается делать, если нет специального окошка для животных? Этот парень определенно изучал инженерное дело в колледже. Очень быстрая парковка в кузов этого автомобиля. И не нужен никакой прицеп для катера. Рискованный трюк. Ух ты, куркнулся кверх ногами. Прикольно. Ух ты, куркнулся кверху. Ух ты, куркнулся кверху. Успешно. А тут что такое происходит? Какой-то камень сверху упал на человека. Мужчина на мотоцикле едет. Ого, змея нападает на мотоциклиста. Обалдеть. Внедрение в виртуальной реальности потребуется внести несколько изменений. Эти люди играют в боулинг виртуальной реальности. Для того, чтобы бросить шар, необходимо просто отпустить кнопку. Если бы только специалисты Яндекс.Драйв знали бы, как используют их автомобили. Как же ему удается двигаться на одном диске без резины? Подстава Котофеев. Подстава Котофеев. Ну ё-моё, куда он вляпался опять? Ну ё-моё. Ну ё-моё. Ну ё-моё, весь асфальт испортил. Похоже, этот маленький парень теперь никогда не будет пропускать день бега. Если вы когда-нибудь увидите вот такого быстро убегающего человека, то сразу разворачивайтесь и уходите оттуда. Эти ребята показывают потрясающую игру в четыре руки. Если вдруг нечаянно вы ударили свой палец молотком, не теряйте времени, учитесь играть на гитаре. А это один из самых крутых способов познакомиться с девушкой. И что же делать теперь с таким котом, который нанёс ущерб в 1800 баксов? Наглядный пример того, как не надо бросать мяч в игре в боулинг. Такая оплошность вряд ли сойдёт ему с рук. Вряд ли эта лестница должна вести именно туда. А этот атлет и выбрал явно не то место для метания ядра. Видимо, тут потребуется замена бампера. Ну а здесь, видимо, обойдутся только покраской капота. Этот прицеп открылся на холме, и повсюду разлетелись эти стальные шарики. Это похоже на съёмку фильма, иначе как они могли так их перевернуть? Вот что происходит, когда оператор крана не в настроении выяснять, почему лодка пришвартована не в правильном месте. Полиция Филиппин конфисковала и уничтожила несколько суперкар, принадлежащих преступникам. Кто-то скажет, что это подстава. Когда вы будете в Турции, готовьтесь к самым неожиданным вещам. Похоже, этого правонарушителя уводили с арены, но он искусно укрылся от них. Когда очень сильно хотел печеньку, но не смог в этом признаться. Вот это неожиданный поворот. Вот это потрясающая дрессировка. Посмотрите на эту собаку. Ну разве можно так резко закидывать свой спиннинг? Посмотрите, возможно перед вами современный гений. Не стоит доверять енотам, ведь они очень коварны. Ничего необычного, просто фонтан воды из унитаза. Не всегда бесплатные объятия могут быть вам по душе. Когда даже собака говорит вам, что этого достаточно. Когда дали пару минут насладиться молоком. Застрял парнишка. Застрял парнишка. Застрял в какой-то грязи. Давай уже выходи оттуда. Выходи оттуда уже. Топ-три скинволкера, снятых на камеру. Кто знает, кто такие скинволкеры. Ути какой смешной. Смешной собакевич. Смешной собакевич. А это кто такой? Бежит и падает прямо в реку головой. Как же так? Разве можно так? Ого, как она передвигается на месте. Лунная походка. Майк... Майк... Майкла Джексона лунная походка это. Лунная походка змеи. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Отстань уже, свали. С ноутбука с моего свали. Давай сваливай уже. Ути-ути-ути-ути-у. Какая уточка? Попугай там сидит. Ух ты какой попугай Смотрите, он какие-то дырки делает В бумаге Как степлер Это офисный степлер Так, теперь пингвин играет на гитаре Ну ёж, макарёк Ёб-макарёк, зачем ты так сделал? Фу, собаки нанюхает Зачем она это делает, тоже непонятно Фу Что тут происходит? Что тут происходит? Ой Ой Ой-ой-ой-ой-ой, беги-беги-беги-беги Беги Ленивый Котейкин Не может поймать Равибо Ленивый Котейкин Как ему не поймать Равибо? Ой, убегай, убегай, убегай Утка Бежала от тигров Так, чё-то куда-то заваливается На спину Большой, большой автомобиль Заваливается на спину Кто его тянуть потом будет из канала? Котофейкин играет с лягухой Что же из этого выйдет? Напугал котов Кот спит Лежит, точнее Так, ой, какой козлёночек Какая смешная акула Посмотрите, как она улыбается Улыбчивая акула Чё она пристает к водолазу, к бедному? Непонятно Да отстань ты уже от водолаза Иди плыви по своим делам Тоже мне О, Котофейкин играет Играет на баяне Давай, Котофейкин Рви струны Рви душу Давай, Котофейч Ну, так себе, так себе На велосипеде едет Ну, естественно, в реку падает Черт, пати какой-то Ух ты, как он точно сидит, что его не задевает Не задевает его Вот это колесо Ух ты, вот это прыжок Это какой-то, какой-то спортсмен, наверное Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо О-о-о-о-о, да, высоко Шторот опять с этими котами не то Нервная атмосфера Ходячий замок Хаула Так ты куда поехала? Стоять! Стоять! Поехала Ой-ой-ой, там же это, акула Говорят, акулы не трогают людей Ой, какая курица Собака, которая не любит спать Этот кот просто не оценил своих возможностей Только один вопрос Как ему удалось туда проникнуть? Пожалуй, а вы когда-нибудь видели молнию на ясном голубом небе? Тот случай, когда тебя преследует кожаный Когда решил познакомиться с девушками, но что-то пошло не так Так происходит кормление телят на одной из ферм Этот гений нашел способ, как выключать свет, не вставая с кровати, с помощью лазера Возможно, это кофе, который никогда не выливается А это подтверждение того, что люди учатся только на собственном опыте А это пример того, что котов лучше не дразнить В такие микрофоны порой можно услышать звуки, обычному слуху неподвластные И сейчас эта девушка пожалеет, что пригласила этого парня Вот что происходит, когда кошка видит медведя в первый раз Для отпуска и проверил камеру видеонаблюдения Это дерево должно быть натворило действительно что-то плохое Если увидеть такую картину в сумерках, можно лишиться рассудка Как можно похитить самого себя менее чем за 10 секунд? Я думаю, что это один из способов начать игру в пятнашки Похоже на то, что этот парень явный победитель по жизни Этот водитель приложил все усилия, чтобы добиться справедливости на парковке Эта собака понимает, как правильно переходить дорогу Теперь этот пес не пропускает ни одной велопрогулки своей хозяйки Похоже, эта сова без ума от дорожной камеры Иначе почему она так на нее смотрит? Когда вы решаете погрузиться в новые отношения без всяких раздумий Вы должны это сделать Все-таки ему надо было сначала припарковать мотоцикл Скажите, ну как у этих качественных автомобилей Может на ходу отваливаться бампер? Сколько туалетной бумаги используют люди? За год Пошли планете Вау! Офигеть! Вот это да! Ой, какой красивый закат Кошка увидела на пакете себя Собаки напоместили на мост зеркальный Точнее не зеркальный, а розрачный Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Котейка держит собакина Вот лось какой Вот лось так лось Сейчас тут им все перевернет Все сейчас лось это перевернет Здесь в бассейне покупается И это, напьется мохито еще, сидя в гамаке. Владелец этой яхты решил сэкономить на транспортировке, но в итоге ему обошлось только дороже. Ремонт дверей этого автомобиля может выйти им в несколько сотен долларов. Это произошло из-за того, что крыло самолета задело автокран. Просто невозможно представить, какой ущерб этим автомобилям нанесла вода. И сколько здесь затопленных автомобилей. Этот разносчик пиццы доставил пиццу в автосалон по продаже поддержанных автомобилей. Общая стоимость заказа составила 42 доллара, но ему вручили 50. Только вот вручили они ему две двадцатки и две пятерки. Соответственно, у него осталось 7 долларов, которые он принял за чаевые и оставил себе. Но это было не так, и ему пришлось вернуться и отдать их. Это ситуация была заснята на камеру и распространилась по сети, что привело к атаке этого дилерского сервиса плохими отзывами. И в результате чего они полностью прекратили свою деятельность. Если вы являетесь любителем вина, то вам должно быть тоже больно на это смотреть. Но не так больно, как производителям. Ведь они потеряли 50 литров вина стоимостью 1 миллион долларов. Виртуальная реальность стала настоящей для этого парня. Ох уж эти свадебные фотографы, они готовы пойти на все ради эпичных фото. Похоже на то, что эти люди не претендуют на звание лучшего сотрудника года. Этот праздник мог бы быть счастливым. Возможно, водитель этого автомобиля забыл про ручной тормоз. Обычно с автомобилями такого класса так не обращаются. Это случается, когда вы припарковались на крыше самоподнимающегося гаража. Эти парни не увидели знак с размерами дорожного просвета и теперь гадают, где им найти деньги на восстановление автомобиля. Эта молодая пара случайно испортила картину стоимостью 500 долларов. И эта ситуация не осталась безнаказанным. Полиция сняла отпечатки с кисти и с краски и нашла их в соседнем магазине. А это один из самых быстрых способов потерять беспилотный летающий аппарат стоимостью 800 долларов. Парад с этим маленьким динозавром пошел не по плану. А вот какова цена укуса гремучей змеи в США. Этот медведь не смог силить с большими свинками. Этот горе-похититель хотел утащить горячий вертел с мясом. Вот как можно вызвать у вашей кошки посттравматический синдром. Когда соседи тебя не любят и выгоняют даже из лифта. Когда пытаетесь изменить свою жизнь к лучшему. Когда боль оказывается такой сильной, что вы превращаетесь в трехлетнего ребенка. Да этот парень просто профессиональный боец в игре бой подушками. Очередное фиаско при сходе байдарки. А этот парень умудрился воткнуться головой в это мутное болото. Эти ребята напоминают Тома и Джерри, только какие-то очень дружелюбные. У заработка 150 долларов в час действительно есть свои недостатки. Можно предположить, что занятия по самообороне подходят далеко не всем. Интересный номер поставили эти ребята. Не для всех весовых категорий подходит сальто на батуте. Похоже на то, что этот парень был когда-то профессиональным боксером. Эта девушка очень быстро перемещается на корточках. Инверсионные столы предназначены для того, чтобы ослабить давление на ваши межпозвоночные диски. Но если вы вдруг не удержитесь на так называемом столе, то этого, конечно, не произойдет. Это доказывает, что среди собак тоже бывают хитрые, ловкие воришки. И все-таки лучше смотреть перед собой, когда ты входишь в двери здания. Великие шедевры и их двойники. Но мы также можем предположить, что это потомки тех людей, которые когда-то позировали художником. А это похоже на идеальное предложение руки и сердца. Друг, который снимает все на камеру. Локация красивая. Что же может пойти не так? А это похоже его двоюродный брат. Единственное, что здесь может проскользнуть, это его чувство собственного достоинства. Чтобы быть в физической форме, лучше не пропускать тренировки в спортзале. А это ремейк на фильм «Титаник», снятый в Северной Вирджинии. Когда хотел попасть в кольцо, но не ожидал такого результата. Именинник не ожидал, что его кошмар сольется с реальностью. Тот случай, когда вы решаете потанцевать со своим любимым человеком на вечеринке. Похоже, эти ребята – братья по несчастью. Размер имеет значение, но это уже через чур. Но что не сделаешь ради крутого контента? Когда единственные рецепты, которые вы знали, были взяты из ТикТок. Когда тебе на голову падает змея, ни о какой речи о дальнейшей рыбалке и быть не может. Его поймут только те, кто так же рьяно увлекается футболом.